Пока в это сложно поверить, но уже через каких-то 8 лет к 2030 году, согласно нацпроекту «Экология», 100% твердых коммунальных отходов должны сортироваться перед утилизацией. А на переработку будут отправлять более трети всего бытового мусора. Вопрос обращения с отходами стал ключевым на последнем заседании Общественной палаты Алтайского края. И он нуждается в реформе. Цель во всей этой тематике – это организовать раздельный сбор. Это самый оптимальный и дешевый путь борьбы с отходами. Также мы уже предложили, и сегодня мы будем об этом говорить. Первое, что надо в Крае принять дорожную карту. Дорожная карта была разработана экспертами Общественной палаты Края. Ее суть в том, чтобы сделать отрасль более прозрачной, ведь она будет отражать всех участников цикла – от собственников отходов до полигона. Первое, надо создать условия, чтобы были те площадки, где будут принимать где-то безвозмездные эти отходы, где-то с какой-то, может быть, монетизацией, чтобы это было выгодно. И собственникам, которые будут сдавать, чтобы они их не вываливали в лесополосы, а именно был прямой интерес. На заседании была затронута тема и Барнаульского полигона. Ранее считалось, что его вместимость будет исчерпана уже к декабрю 2023 года, так как сейчас он заполнен на 98%. Однако, по словам оператора полигона, фактическая площадь объекта позволяет производить захоронение мусора до 2034 года. В период 90-х, 2000-х годов отходы на полигоне принимались в кубических метрах и переводились в тоннаж в форму отчетности из-за счета, что в одном кубическом метре находится 200 килограмм отходов. Фактически, установленное весовое хозяйство 2018 года позволило нам сделать выводы о том, что в одном кубическом метре находится от 80 до 110 килограмм отходов. По словам оператора полигона, все это вносило искаженные данные об объемах заполнения, поэтому полигон может принять еще порядка 9 миллионов тонн мусора. Но не стоит забывать, что объект находится в приаэродромной зоне. Контролирующие органы неоднократно поднимали вопрос о ликвидации полигона, так как он притягивает птиц. Вывод – использовать полигон можно будет только до конца его производственной мощности. Также на заседании обсудили далеко идущие планы. К 2030 году в крае появится сразу пять комплексов по сортировке и переработке отходов. В Валейске, Бийске, Заринске, Славгороде, а также в Павловске. Эти предприятия будут принимать около 600 тысяч тонн отходов ежегодно. Самый первый проект планируют реализовать уже в ближайшем будущем, в Павловске, к 2024 году. Ирина Корчагина, Алексей Фризин. День с толком.